Если Восток дело тонкое, то искусство каллиграфии – настоящая паутина, для европейца непостижимая. Иранский мастер Мухаммед Реза демонстрирует Коран, который лично расписывал вручную, а также любимое перо, которым он, мастер Мухаммед, придал форму, священному содержанию от своего великого тезки. Прежде чем выводить без помарок целые суры, сначала я повторял одни и те же буквы по тысячу раз. Зато теперь, когда мой стаж 35 лет, в моей работе не может быть и речи даже о малейшей помарке. Роскошные книги, достойная оправа. Ларец для Корана выполнен в типичной для мусульманского Востока технике мозаики по дереву. Ставки в узорах крошечные размером в несколько миллиметров. Инкрустация перламутром, злоновой костью, здесь очень такая изолоченая фольга, покрытая лаком. Технология достаточно такая древняя. Это очень тонкая работа, конечно. Отведав пищу духовной, гости стремились к ее реальному прототипу. Ароматный иранский чай, настоянный на фруктах, предлагали казанцам в настоящей иранской чайхане. Добро пожаловать на рюмку чая. В Иране это приглашение обычное, потому что чай здесь пьют не из традиционных чашек, как это принято в Европе, а из таких вот необычных сосудов. К чаю полагаются традиционные восточные лакомства. Например, набаб, нечто вроде леденца. Его макают в чай. А также специальный, очень твердый сорт сахара. Он называется гян. Его едят в прикуску. После чаепития непременно курят кальян. И мужчины, и женщины. Местная индустрия предлагает десятки сортов специального табака с различными наполнителями. Это лимон. Я очень люблю лимон. А сколько можно курить за один раз? Я думаю, 30 минут. Полчаса, да? Полчаса, да. И потом будет плохо. Вот так утверждают хозяева чайханы. Услаждая слух звуками тара, иранцы коротают тихие вечера где-нибудь на открытых верандах. А вот иранские журналисты, если что-то и подогревают, то это интерес. У иранских телезрителей к казанской выставке. Этот репортаж мы отправляем в Иран сегодня же. Вечером его покажут по национальному телевидению. Надо признаться, в Иране мало что знают о вашей республике. Так что это будет прекрасная возможность не только познакомить казанцев с нашей культурой, но и рассказать иранцам о вашем гостеприимстве. Фрида Курвангалеева, Юрий Пронин, Вести, Татарстан.